Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на первой лекции в рамках образовательной программы к выставке 33 революции 100 лет финского дизайна, которая проходит в Мультимедиатр-музее при поддержке Московского музея дизайна. Открылась выставка сегодня, будет длиться до 17 декабря. В рамках образовательной программы запланированы еще две лекции. Сегодняшняя наша лекция называется «Новая волна финского дизайна». Мы будем говорить о финской моде и ее последних тенденциях. На следующей неделе, в пятницу, мы будем говорить о финской архитектуре. В субботу о современной стадии развития финских ремесел. Будем рады видеть вас снова. Наш сегодняшний гость Ирэна Костас, финский дизайнер, она будет рассказывать о общих тенденциях в моде и о своей работе в частности. Лекция будет на английском языке. С последовательным переводом переводить буду я, Татьяна Сборовская, координатор выставки от Московского музея дизайна. Спасибо большое и приятного вечера. Добрый вечер. Большое спасибо, что пришли. Для меня это большая честь. Добро пожаловать на лекцию. Моя лекция является частью образовательной программы к выставке 33 революции, но об этом вы, возможно, только что слышали во время представления. Я, к сожалению, еще очень плохо говорю по-русски, но за эти дни уже пришла к выводу, что необходимо выучить этот язык. Это мой первый раз в России. Это мой первый раз в России. И, чтобы быть honest, это очень странно, что я не был здесь раньше, как я не был здесь, как я не был здесь. Я не был греческой и не был финанский, так что, в смысле, это очень знакомо, что я не был здесь. это мой первый визит в Москву и в Россию вообще достаточно странно что я не была здесь до этого потому что я наполовину финка и наполовину родом из Греции и прибыв в эту страну я сразу почувствовала что я как будто бы дома мне здесь очень комфортно и уютно с вашей культурой. Я был в аэропорте когда я наполнила мою маме и я уже так знакомилась с всеми. И сейчас, в день, это просто показано право. Боже мой, я чувствую себя практически дома, все кажется таким знакомым и родным и за те дни, которые я была здесь, это только подтвердилось. So tonight I'm going to give a small lecture about Finnish fashion and the whole new wave of Finnish fashion. We are going to link it with the Finnish design of course and looking at the Finnish design from the fashion perspective. So when I was given this idea to hold a lecture about this theme, I felt a bit challenged in a way. It was a really big privilege but I will explain you later why. But talking about Finnish design is more than natural as there is so long heritage in it. So now I switched the slide and you can see the synopsis of my lecture. So the thing is that a new mindset, probably I will read it and then it will be quite easy to translate it as it's there. So a new mindset has grown into being a new bold wave of Finnish fashion designers and doers. With the heritage in design and architecture fashion is just about to set out a whole new industry. Innovative ideas, ecological values as a base and ambitious level in design and quality have been acknowledged internationally by several instances. For instance by year fashion festival and world talents and also actually LVMH prize that is not listed here. As a country of no fashion tradition as well as the location between East and West and the rich cultural influences of both Scandinavian and Slavic aesthetics set forth strong universes. And Onar founded by me in 2014 is one of the most rapidly internationalized and grown fashion labels from Finland. So we changed the slide. Here you can see 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 the slide. And so we can see the slide. So we can see the slide. Новая волна финского дизайна, в частности дизайна моды и новая волна для тех, кто проектно-практики занимается этой областью дизайна, определяется конкретными новыми веяниями и изменениями в общем мышлении финнов. С учетом того, что у финна большое культурное наследие, в частности в области дизайна и архитектуры, мода при этом еще не настолько была развита до этого и является сейчас новым направлением финской промышленности. В ней развиваются новые идеи, новые направления. Она особенно ценит экологический подход, основывается на нем. Дизайнеры моды крайне амбициозны, и качество их изделий получило международное признание, в частности за счет того, что работы финских дизайнеров получили призы на различных международных конкурсах, например, Year Fashion или фестиваль Walk Talents. Есть еще одна премия, которую я упомяну позднее, здесь ее не перечислила. В Финляндии нет традиции модного дизайна, но Финляндия расположена между Востоком и Западом. Она испытывала большое влияние и той, и другой культуры, испытывала большое влияние и скандинавской, и славянской эстетики. И это, собственно, и образовало столпы новой индустрии. Это задало ее очень высокую планку. И марка «Анар», основателем которой является Ирона Костес, которая сегодня читает нам лекцию, была основана в 2014 году и является одним из наиболее динамично развивающихся современных модных брендов Финляндии. Я бы хотела отдельно остановиться на том, почему я говорю не просто о дизайнерах моды, а еще и о тех людях, которые делают моду вообще, потому что мода представляет собой достаточно сложную отрасль промышленности. Там работают не только дизайнеры, но и те, кто учреждают лейблы, модные дома, кто движет все это производство. И хочу еще раз подчеркнуть, что до этого, как таковой налаженной отрасли моды в Финской промышленности не было. Ирина Костес, я считаю, что в фирме я удивляюсь, что по-прежнему, фирме, это не манит. Я знаю, в Финской промышленности, говорим о финской моде, но это всегда меня задает. Можно ли мы говорить о финской моде? Что это? Что это вообще? Когда я готовилась к этой лекции, я задала себе вопрос, что же такое финская мода? И поняла, что я не могу дать однозначного определения этому понятию. Разумеется, у нас в стране мы постоянно говорим о финской моде, но что конкретно подразумевает под собой это определение – это большой вопрос. И поэтому я хотела, на самом деле, разумеется с моими коллегами, поэтому я интервью очень много разных фэшен-брантов, которые мы имеем в Финландии. Это, где мы идем к финской дизайн-херитажу, но я также расскажу о дизайнерах, с которыми я общалась. Сейчас я назову вам тех дизайнеров, с которыми я общалась, но хочу сразу оговорить, что именно в этом пункте мы перейдем к обсуждению общего темы наследия финского дизайна, потому что мода, как я уже сказала, с ним неразрывно связана. Как я уже сказала, разговор о финском дизайне – это естественная часть. Разговор о финском дизайне – это естественная часть. культуре вообще, потому что дизайн в Финляндии начал развиваться активно в послевоенные годы, в 50-е годы, и это то время, когда складывалось понятие скандинавского дизайна вообще, то есть дизайн в таких странах, как Финляндия, Исландия, Швеция, Дания и так далее. В общем, в целом, атмосфера была построена для создания страны, которые имеют очень сильную равенство, поэтому демократия была основной ценностью в то время. So there was a strong tendency to move to minimalism, to do really practical things and objects, to be pure, to have always a function on the objects. So, for instance, in Finland there was this really strong, like, one of the biggest values was to work hard, to build the new society, as I assume in most of the countries that were surviving after war. So, what really describes the Finnish design, which is linked to Scandinavian design, and because Finland is not really part of Scandinavia, which consists of Norway, Sweden, Denmark, and Iceland, but actually Finland in this context, when talking about design, so it's a really strong player in that field as well. So, yes, the definitions are functional, democratic, scandinavian, it's minimalism, technical, rational, and always rational. It has, like, that has been, kind of, also really strongly defining the whole mentality of Finnish people. So, финский design and Finland in Finland are actually one of the most powerful players in the world of Scandinavian design. And now you can see, as you can see, the main topic of Finnish design is functional, democratization, следование общему скандинавскому стилю, минимализм, функциональность, техническое совершенство и рациональность. Особенно, наверное, рациональность, потому что это черта, которая вообще характерна для финской культуры и национального характера. So, how the democracy is really seen in practice is that almost, like, we can say that every Finnish home has some design classics in them. Как же проявляется демократичность финского дизайна? Наверное, в том, что в каждом, абсолютно каждом финском доме есть хотя бы несколько классических предметов финского дизайна. How I chose this chair for the presentation is that this is a chair by Илма Ритапиавара, whose objects we have also in the exhibition, and the chair is called Mademoiselle, and it was at my grandmother's home. So, I was always sitting in it, like, had the naps on that chair. So, it's something that has been a really strong part of my childhood as well. But that's something that I realized today that actually, and that, of course, we have been always discussing, but it's been so natural that you don't even think about it when you are growing up. Почему я выбрала именно это кресло в качестве примера? Это кресло, созданное дизайнером Илмари Тапиавара. Предметы, созданные Тапиавара, есть также на нашей выставке на пятом этаже. Оно называется Mademoiselle. И я очень хорошо помню, как такое же кресло было дома моей бабушки. Как, когда я была маленькой, я качалась в нем, дремала в нем. И само воспоминание в этом кресле – это важная часть воспоминания о моем детстве вообще. Должна сказать, что многие из нас даже не задумываются о том, что дома у них есть дизайн-объекты. Настолько это естественно для нашей культуры. И, в частности, вы видели предыдущий слайд, где Юре Куккапура, который также является частью экземпляции. Вот еще на предыдущем слайде у нас есть кресло, и здесь представлены кресла Дизайек. Ирия Куккапура. Ирия Куккапура. Извините. Мурфинский чинил настолько хорош. И работа этого дизайнера также представлена на выставке 33 революции. He has actually been a really strong influence for my work as well. Должна сказать, что эти объекты тоже оказали большое влияние на мою личную творческую деятельность. Это Etema. Ирия Куккапура. Но это довольно смешно, потому что, конечно, вы видите на левом, не, извините, на правом, внизу, вы видите титульную картинку от нашей сегодняшней лекции, а то, которое создала я сама. И above that, the shoe image is by дизайнера Мина Парекко, whom I worked for before I started on R. Но это не единственная связь с моим творчеством. На верху вы видите пару туфель. Они были созданы дизайнером, на которой, скажем так, я работала в течение несколько лет. Несколько лет. И then, on the left side, we have the sauna. It's a newly built architect master piece by Avanto Architects. It's the Løru sauna. And I happen to live just behind it. А слева вы видите одну из последних построенных в Хельсинки саун. Это саун называется Løля. И по течению обстоятельств я живу практически рядом с ней. So it all comes together in this image that they built up together for the exhibition. Как видите, даже на одном пригласительном билете так много совпадений. Okay. So then, like Finland has a base. So this was one of the themes that I discussed with my colleagues. Один из вопросов, которые я обсуждала со своими коллегами во время интервью, было то, как мы основываемся на национальной культуре Финляндии. If you look at the things that came up about being in Finland as a base, they seem a bit like dark and not a bit melancholic maybe, but that's maybe something that is part of it. Should I read that? Yeah, well, actually, I can explain a little bit about everything. So the remoteness means that we are very remote from the fashion metropolises. And, of course, the contrast of darkness and light, as you have it here in Russia as well, but the nature gives both possibilities but also limits. So there's a big contrast on the way we live between summer and winter, of course. Yeah, so isolation is a bit part of the remoteness, but also compared maybe to other Scandinavian countries. We can say that there has not been that much of, for instance, immigration in Finland. We have not been mixed with other cultures that much. So maybe that's what they refer to with the isolation. And also Finland is the second most sparsely population. It's a populated country in the world. So we have a lot of space, and in my opinion, sometimes too much space. We, I speak we, but in Finland we are really kind of, our own personal space is something that is very important. We don't touch each other. I think it's changing though. So, yeah. Yeah, with the new generations, but yes, there is something like Finnish men don't hug, so that's it. So then that leads to us being quite comfortable where we are. And with the comfortable aspect I mean that the whole social system is so good that sometimes in the recent years it has proven to be seen that it's not encouraging people to do new things. So much. There was even a recent article that it doesn't really, like, it doesn't make sense to work in Finland because sometimes the pay that you get for money, from the state is better than working. Well, nevertheless, we can say that there is a sort of a new wave of the fashion designers I don't want to sound too negative. Then there is purity, which is one of the things that this really defines. Finland is one of the cleanest countries, I guess. And then the nature is very clean. And then I think the cleanest and the purity that we talk about in general is something that is not only the physical cleanest, but then, like, when you go to the purity also in abstract things, also design. So that is something that is part of it. Следующее ключевое слово это чистота. Чистота в самом широком смысле слова. Ну, во-первых, Финляндия, я полагаю, реально одна из самых чистых стран на свете. У нас абсолютно в первозданном состоянии природа. Но, с другой стороны, чистота и, скажем так, непорочность в обобщенном смысле слова — это и часть нашего национального характера, и часть нашей системы дизайна. Это понятие играет действительно в нем большую роль. Испhaftитель? А-а-а. И�. Еще две п 생겼ности. Разв futures. Хорошо. чистота с тем, nose. С титом, опять же, ссылка связан в том, в том, что мы говорили про то, дискомферсистический или снасов который такая само견янская комната. А-а, я думаю. И я думаю, что люди в Финляндии об шуме больше, чем везде, даже если это очень склонно. что где-то что-то шумит, несмотря на то, что вообще у нас очень тихо. И с этим понятием мы как бы подытоживаем все то, что говорили, о важности личного пространства, о чистоте, о изоляции отдаленности и так далее. Но, да, это интересная вопрос. Какая идеальная баланс, между тем, где ты получаешь много влияния, встречаешь других людей, видишь новые вещи, и где вообще изоляция, так сказать, и осознанность дает новую возможность для новых вещей? На самом деле мы существуем, так скажем, в зоне контрастов, где, с одной стороны, мы испытываем большое влияние других культур от встречи с ними, от взаимодействия с ними. Мы видим, узнаем много нового. И с другой стороны, мы продолжаем существовать в этом достаточно замкнутом, изолированном и тихом мире. Я поговорила с около 6 дизайнерами, и они списаны немного дальше. Менская компания, которая называется «Фрэн», Макия, которая больше фокусирована на «Фрэнс», она специализируется на выпуске мужской одежды. Вторая компания, Макия, занимается выпуском одежды для улицы. И я также поговорила с арт-директором компании «Канья Вест». «Фрэнс». Потом у меня есть «Самоджи». Это более женщины, как фокусированные женщины, готовы к одежде. Я думаю, что это представляет традиционный фенский фенский дизайн очень хорошо. Минималистик, опять же. Компания «Самоджи», с которой я также беседовала, можно сказать, является представителем традиционного фенского дизайна, традиционной фенской одежды, прежде всего женской. А также мы поговорили с производителем обуви Терри Бёрке. Ролф Экрут, который является дизайном дизайном дизайне из Университета Альта. Я побеседовала с Рольфом Экрутом. Это начинающий дизайнер, который учился в Университете Альта. Да. Да. В основном, преимущества, которые мы все чувствовали, это, что есть длинные, длинные месяцы, которые впечатляют дизайном работе, и что в Университете Альта. Но факт, что нет хередейственной фасши, это создает базу для создания новых универсий. И то, что у Финляндии нет богатого наследия в области моды позволяет нам создавать новые тенденции и формировать новую вселенную дизайну. И, конечно, мы можем сказать, что сценария очень хередейственная сфера, чем в Сурии, что, например, в Университете Акне, который создает или вообще создает новое новое fenomenо для фасши в стандинаме. Мы все знаем, что Акне, что сделала фасши в стандинаме очень популярной. Дизайн в Финляндии очень разнообразен, в частности, по сравнению со Швецией, где рынок на рынке доминирует Акне, которая задает тренд скандинавскому дизайну моды. И абсолютно, по сравнению с Сурией и Денмарком, мы получаем влияние не только других скандинавских соседей, но и России. И вообще востоков. И, конечно, здесь есть дизайнеры в том, что я говорила об этом, и они были в списке. И это как они, как они чувствовали о Финляндии. Это как «онест», «практикал», «рассионал», «техникал». Такие четыре-четыре-четыре-адъективы тоже связывают к дизайну. А далее вы видите список ключевых слов, которые, по их мнению, определяют наиболее сильные стороны финского национального характера. И, в частности, первые четыре определения — это честность, практичность, традициональность и техничность — на мой взгляд, наиболее тесно связаны с финским дизайном вообще. Но, разумеется, в то же время финский дизайн не чувствует экспериментов. Мы пришли к тому, где мы спросим, как характеризм дизайна рефлексов на дизайне. И здесь мы имеем одежды Мари Мекко и Буакко Нурмес-Неми. Мари Мекко – вы все знакомы с Мари Мекко? Да. Кто хотя бы раз слышал об этой компании? So Marimekko was founded by Armi Ratia and they started with printmaking. Marimekko nowadays and has always been that they have bought the home interior part that is maybe the thing that they are known for globally. But they have also been in fashion from the 50s. And how they then became global was that Jacqueline Kennedy fell in love with Marimekko designs and she was wearing them in different public locations. It has been, especially back in the days, it was very avant-garde. There have been different faces, but I believe that it was the first company that set an industry around fashion. There have been absolutely companies, clothing companies that are mainly like in the manufacturing side and mainly like technical clothing that they also did really big exports to Russia during the whole 19th century. So until the 1990s, when Marimekko changed, actually also the CEO, it became the CEO, it became the CEO, it became the CEO. It has been growing ever since. And nowadays they have 150 stores worldwide. So for the 1990s and early 2000s, besides Marimekko, there were no really other fashion labels in Finland. And there were some that tried to create a path, but actually it was quite small-scale action. And then, actually like during the last 10 years, the Alto Fashion University, has been showing a really great success among the different international fashion competitions. In this picture, on the left, we see the yellow outfit by Maria Corkela. And on the right above, the upper picture is by Rolf Ekruyt, who I also interviewed for the lecture. And then below is Elina Mattenen, who is also one of the year fashion competition finalists last year. Actually Rolf, who I interviewed, he was quite, he said, when I asked, like, how do you feel that the Finnish design, I don't know, like, can be seen in your designs or does it play a role? And he said that none. And maybe the thing that has changed really and what we can see is the tendency to go to more maximalist aesthetics. And really, in the past 10 years, we see the trend of minimalism to maximalism. So, about the Alto Fashion University, so, there was a whole new direction for the fashion program and the results have been really good. So, Mr. Tuomas Laitinen, who Marta and Helsinki New, who are part of the exhibition, also work and collaborate a lot with. So, they have had really great results. Mr. Tuomas Laitinen, who is a member of the Finnish design and Finnish culture. And it has also maybe been because he has such a network that he can, he wants to, he wanted to take absolutely the Finnish fashion making to a whole new level. He works with also with some Russian influencers such as Lotta Volgova. Actually, they also made a really great fashion publication and magazine that is called SSAW. So, Lotta Volgova, the stylists that work closely with them, knowing Vassalia of Balenciaga and Vetna, they do a lot of co-projects for the magazine as well. I will show you the link before, like, when we are finished, as I didn't include it in the lecture, but I recommend you to follow it. So, in this image we have the LVMH prize finalist last year, that is Manisto. So, Julia Manisto is from Finland with some Colombian roots, but she has been one of the up-and-coming menswear designers in Scandinavia. So, here we have set up some images and these can be said to have the new, to kind of create the new wave of the Finnish fashion wave. So, on the left above, the yellow and black outfits are by Sasu Kauppi, who was also the creative director for Kanye West. Then, below that image, the other yellowish musterly outfit is by Alto International. Alto International does not truly have anything to do with the university or with the architect Alvaro Alto. In the middle, there is Onar. Then, on the left, up, there is Mila Parika, the shoe designer. And below, the big cape is by Samu Kauppi. So, Samu Kauppi, Minaparika and Onar are all labels that have both their own retail stores and also distribute quite vastly abroad. Aalto International is actually based in Paris, but has a Finnish creative director and head of design. And Sasu Kauppi recently quit at Kanye West and is building up his own brand again. Yeah. So, now we will go and look a bit further to how Onar came into existence. So, it was founded in 2014, so the fall-winter 14 was the first collection. And there has been the starting point, so to say, because I had been in fashion and I knew I had very realistic image of what it requires to be in fashion. So, in a way, I had the idea about Onar and then things came up to a point where it all came really natural to start my own label. So, I have a heritage in my family, my parents are, and my uncle, we have a long heritage in the crafts of fur and leather. And I had been traveling enough at fashion weeks and different fashion fairs with my previous job at Minaparika and suddenly in the subway in Milan I had an idea that then all started out. Yeah, and it started because, of course, in Milan, especially with Fendi and so, there is a lot of fur and mold on the catwalks. And because the whole discussion around fur has been really black and white. I grew up with the crafts and with seeing actually the process of making a piece of clothing from the very start to the end. I love natural materials and slow processes. So, I kind of realized that there were very few options for natural materials that would actually be sourced and made from an ethical and ecological value basis. The whole consumption and manufacturing of fur materials was and has been increasing really drastically. For instance, fall leather and fur are made actually from oil. The fake fur, like, for instance, the fake fur and leather are made of oil mainly. So, it's absolutely pretty polluting and consuming to the environment and then there is a garment that actually doesn't have that long lifespan. So, that's where I realized that there should be material resources that are natural but then that are ethical and that the animals should not be farmed for their skin only. And then in Scandinavia in general and in Finland there has been, in Northern Europe, I believe here too, that there has of course been a really big kind of wave of ecological fashion labels. But usually they are pretty organic in a way that there is not that much fashion in them. And they are always made of some hemp or quite hippie style. So, that was something that I realized that being ecological and sustainable doesn't mean that it has to look like it. So, in April, 2018, we have to look like it. But, as a rule, the work of these designers and these brands is limited by that they go in the direction of organics. For example, they produce their clothes from cotton wool or, on the other hand, they are similar to their style. So, in April, 2014, I launched the label that would only utilize already existing resources. So, Onar, the name comes from the fact that I had a club night in Helsinki, a monthly club night where I was DJing and that was called Onar. It means a dream in ancient Greek. But, I gave them, it was quite a natural name to the fashion label as well because in my music and in fashion, I always mix like the, my design aesthetics have been really much influenced about the fact also that I come from both, like two different cultures. So, we always say that it's a fusion of unlikely matches. So, it's organic materials but in quite artificial and futuristic colors. It's the heritage and roots meaning also the kind of to take the whole heritage of the firm leather making to futuristic contexts. And, yes, so, in the music as well, you could always hear that there are organic elements from, for instance, the Middle East mixed with some techno. So, I still host a weekly radio show in one of the main independent radio stations in Finland. I co-hosted with my dear friend and photographer and DJ. She's one of the best DJs in Finland. So, she has been actually photographing the Onar imagery and we host a radio show every Saturday night together. You can actually hear it online too. So, yes, the year 2014 was the first year. And after launching the label, it was only two months that actually the whole concert, the concept was acknowledged as pioneer work within the international fur industry. So, then in the same year I attended for the first time a very special week. And really, as I had just started, I, of course, had a really clear vision of what I want to do and what kind of stockists I want to see, what kind of, like retail spaces I want to see on Onar. But my very first retailer was then opening ceremony in New York. So, it was quite a nice start. And then I gained, I worked on my own at the studio. And then I really didn't have any PR agency or sales agency support. But, yes, I, we gained quite a lot of, like, organic publicity. The New York Times wrote about Onar the same year. And with these pieces that you can see, actually, this is from the magazine ID and from the opening ceremony website is the picture on the right. So, that's something that Onar was known for, that you were placed in the first years. So, this was something that was quite, that you can see, like, it's minimalistic forms, it's хирургическое. И это, в самом деле, самая головка, которую вы видите в двух фотографиях. То есть, она может быть в два раза. И мы также развиваемся интегрированный аудиосистем в эту головку. На этих моделях вы можете увидеть, что мой стиль характеризуется минимализмом, но и в том числе использованием природных естественных материалов. Мои вещи функциональны. Их можно использовать и как головной убор, и как шарф. И в данный момент мы работаем над тем, чтобы интегрировать аудиосистему в головной убор, который вы видите. Мы, честно говоря, не знаем, что происходит. Это не наш супровожде. Нет, это не наш супровожде. Это не наш супровожде. Не знаю, что происходит. Мне кажется, я понимаю, в чем делась, потому что я думаю, что это происходит. Поскольку у нас есть радиоэлектроника, мы ловим какую-то волну, которую делают по соседству. Так иногда бывает. Потому что это радиоэлектроники. Потому что это радиоэлектроники. Я знаю, что это происходит. Это радиоэлектроники. Это радиоэлектроники. Я знаю, что это происходит. Уже на них. Мы не верим. Уже на них. Уже на них. Мы сейчас на всех случаях проверим, не идет ли форум видео какой? Нет, нет. А нет, идет. Вы знаете, идет. Извините, забавное совпадение. Вернемся к нашей презентации. Это фирменный радио. Да, так как я уже сказала, девиз моего бренда. Это слияние неожиданных сочетаний. И мы движемся отчасти в сторону вот этой кочевной тенденции в современном моде. Да, да. Мы уже об этом обо всем говорили, но повторюсь, что существование в рациональной, минималистичной среде отчасти сподвигало меня на то, чтобы приносить в нее больше цвета, крас, к яркости. Покажу вам для примера несколько вещей из моих коллекций. Здесь вещи собраны из разных коллекций разных лет, не в хронологическом порядке, просто. Это так называемая галактическая сумка. Итак, это материалы, которые я использую, но в частности, это была кожа из Тосканы. Это овечья кожа. The tanning of the, actually, I will go back to that, but the tanning is also chrome-free. Еще раз вернусь к этому слайду, чтобы подчеркнуть, что краски, которые я использую, не содержат хрома. And here, this is from the spring-summer 18 collection, so, for instance, the leather trousers, so it's all vegetables and leather. And the fabric that is used for the shirts, for instance, and in the collection, I have worked quite a lot in the Japanese countryside, so it's all developed in Japan. The spring-summer collection is called the movement collection. So, it can be sort of seen also in the motion of the model here. This is from the fall-winter 17 collection. This is from the fall-winter 17 collection. As well as this one. Yeah, these are all this season, fall-winter 17. This shot is actually shot in Harlem, where I spent this year a few months at the artist residency that was provided by the Finnish Cultural Institute. So, this is part of the spring-summer 18 collection. So, we wanted to have a piece of Harlem involved, because I did the total design work in Harlem at the residency. So, yes, for me, like, the future luxury is totally, like, it consists of transparent processes. So, it's all ecological and ethical sourced shilling. So, it means sheepskin. So, it's by-product of the food industry. Also, the merino shilling I use a lot, so, yeah, the shorter hair is always merino, and then the lower one is toscana. Yeah, so, in this picture, yeah, there's me, but then the hands are my father's hands, so we did all the sampling together for the first two years. Now, we have actually outsourced most of the production to Greece, luckily, because I didn't want my father to have a heart attack or something. Yeah, he has, like, an incredible energy. Sometimes we, before Fashion Week, he has been working, like, 48 hours in a row without, like, even a minute of sleep. He's, I guess, I'm as crazy as he is, in a way. Yeah, so, in 2016, I was among the Vogue Talents finalists by Italian Vogue. And also, at the same time, we launched the first Onara store in Helsinki, so it was in March 2016. So, this is the, it's the only physical space that we have. And it was quite a big decision, of course, but in a way, I felt that offline spaces are very important nowadays, that everything is online. And so, these are some images from the interior, and it's located in the design district of Helsinki. And at this time, we have around 36 stockists in 12 countries. This picture is from Colette from Paris. And now that Colette is actually closing, as you might know, it's the most, I think, most influential store that there has been. So, they, this image is with our clothing and accessories, so it was quite vastly, like, it was the image that they used for the news that they are closing out. So, these are some of the stockists that we have. So, it's Colette Paris, opening ceremony in New York, Baker in South Korea. United Arrows in Japan, Harry Nichols in Hong Kong, actually. And then, actually, there's Artec, that is, as you know, it's the design, as you might know, it's the design company, so I will tell you a bit more about the collaboration that we have with them. Yes. So, then, there are Hendrik Pips, Colette Concept Store, for instance, and Galeria Lafayette, and so on, but none in Russia for the time, eh? Yes. So, the collaboration on our for Artec started last year in November 2016. And it started in the flagship store in Helsinki, and now it is also distributed in Artec Concept Store in Berlin. And, yeah, it has been amazing to work with Artec because they have also been a really big influence for me in the way that they have slow processes, they have craftsmanship involved with wood, and I find a lot of similarities in the process that there is with leather affair. But being always progressive and trying to revolutionize things. So, yes, Artec is also one of the absolute basis of the Finnish design and architecture heritage. So, it was founded by Alvar Aalto and Aino Aalto, his wife, in 1935. And also, Maire Gulliksen and Nils Gustav Magaritsso, Haltec. So, they started the company together, and they were all idealists. So, they have in production a lot of the furniture of the design classic masterpieces, such as Uri Kukka Puro and Ero Arno. And, yes, it's mainly like the Ero Arno pieces are also in the exhibition, so there are quite many Artec pieces upstairs if you go and see the exhibition. And this chair that you see, the blue chair is a collaboration, this is designed by Alvar Aalto actually, the Tanki, it's called a Tanki chair. Tanki means, it's a Finnish word, and it means like a bit like a, how to say, like, I don't know correctly, but a bit like fatty or lazy. And then another design project that we have done is with the Italian furniture design house, Casino. So, Casino, their Japanese branch had a project where they included designers to collaborate with them and create exclusive pieces for them. So, there was a Raffa Simons collection for Quadrat. FaceTazen. It's quite a new designer from Japan, but really up and coming, and I'm sure we'll hear about him a lot. And then the list of the designers you can see, there are quite many Japanese designers, but the international ones were Raffa Simons and Onar. And then the Robert Mapplethorpe artworks for the Linf Lounge. So, this year we launched the first subline for Onar. It's called Onar Black. And it was created to emphasize more the minimalistic, monochromatic, and organic side of Onar. So, in that sense, we have more space for both the maximal futuristic contemporary collection, and then for the more subtle and monochromatic, organic, maybe more timeless in a way. This is an illustration of work by Finnish illustrator Laura Leine. She is one of the most successful international illustrators. So, this is for an exhibition that was at the Espo Museum of Modern Art. So, the art piece we made was a coat that was made from, like, a dead stock. And this is Laura Leine. And this is Laura's illustration about the piece. And in the design museum in Helsinki, we have been part of exhibitions twice so far. And, yes, they have been also created by Suvi Salonyemi, who has been created the exhibition upstairs. And this is another image from the spring-summer collection that was shot in Harlem. As you can see, we do not really, it's not a really, like, strategic decision not to use, but we do use a lot of, like, models from all races. Maybe it's also, like, I and our, like, family has been moving a lot between Greece and Finland, and we have always been traveling a lot. So, in that sense, we feel that we can be both very rooted and both quite, like, no lad, and being from everywhere and nowhere, in a way. And also something that I really believe in is that, is that creating, like, if you start in one of the most difficult industries that ever has been in the world, that there are, that is fashion, and it's really, there's a really crazy competition, so what you really need to have, what you cannot compromise with, is the identity. Yes, this is actually the last slide. Thank you very much. Yes, do you have any questions? Yes, do you have any questions? If yes, since we have a recording, I would like to invite you to come with a microphone. You don't help us. Thank you very much. First of all, it was a pleasure to see your words. I would like to ask you about the start, about the very beginning, how you manage such a giant amount of work, which you have to do, had to do, before the first collection was appeared, and do you have some super friends or workers? So a bit of details, I would like to know about exactly that first, in the first start. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. That's really interesting. Good question. Я знаю, что это действительно нужно, и я знала, что для некоторых годов я должна потребовать какие-то вещи для этого. Но, конечно, факт, что, первое, я работала на шоу-дизайнер Вина Парикка, и в то время, когда я была в своей компании, и в то время, когда мы были в своей компании, мы были в своей компании, и мы обеспечили все процессы, от производства до маркетинга, маркетинга, фасшиолюбек, и все. Когда я работала на бренд Парка, это бренд, который занимается производством обуви, кроме, собственно, дизайнера, который основал эту марку, в компании работало всего два человека. Я и еще один сотрудник. Мы сдружились за время работы в этом лейбле, и, собственно, на наши плечи ложилось все производство от самых первых этапов до реализации. Это университет, конечно, и мы научились очень много о том, что это требует того, чтобы иметь бренд, который работает, и даже если мы делаем более легче, даже если мы делаем два сезона в году, вы не можете остановиться в любом случае. Это было моей школы жизни, можно сказать, и я узнала, с какими задачами приходится справляться дизайнеру во время работы над собственной маркой. Я очень хорошо понимала, что даже если мы запускаем медленное производство и выпускаем всего две коллекции в год, все равно такая работа подразумевает, что ты сочетаешь в себе работу над абсолютно нетворческими техническими задачами с необходимостью мыслить творческие. Но, конечно, мои родители помогали мне очень большую помощь с поставкой материалов. И, конечно, ты начинаешь начать с самого начала, в том смысле, что ты не можешь... Я был счастлив в том, что у меня были очень талантливые друзья, конечно, из многих различных fields, и многие из них хотели быть частью этого, и это было очень круто. Я чувствовала, что я чувствовала, что это энергия из того, что мы делали вместе. Так что, да, у меня были талантливые друзья. Да, абсолютно. И, разумеется, ни один проект не начинается с абсолютного нуля, не рождается с абсолютного ванкума. Вокруг меня были мои друзья, очень талантливые люди, которые работают в самых разных сферах. Мы сотрудничали с ними над некоторыми проектами. И эта коллаборация и само то, что меня окружали эти люди, было очень важным импульсом, придавало мне силы. Так что, да, вы совершенно правы. У меня были одаренные друзья, которые помогали мне в моей работе. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я только на русском спрошу, ладно? Ирина, спасибо большое за лекцию. Желаем вам удачного распространения вашей моды в Москве. У меня есть также дополнение, что о Марке Моримекко я смотрела фильм «Армия жива» Йорна Донора. Советую всем посмотреть, кто не видел. Это действительно очень интересное кино. А также и вопрос у меня следующий. Вот вы сказали, что в Финляндии был раньше как бы стремление к минимализму, а сейчас в моде максимализм. Можно немножко расшифровать? Спасибо. Я тоже хочу вам рассказать. И я хочу сказать, что это было очень интересным для меня, чтобы я научился о вашем работе. И я хочу сказать, что я уже говорил о Маримекко. И я смотрела фильм о Маримекко. И это было «Армия жива». И я рекомендую вам, чтобы смотреть это фильм. И я желаю вам хорошего успеха в Москве и Россию. И мне вопрос о том, что вы говорили, что сейчас есть тренд в Финляндии, который идет от минимализма до максимализма. И я хочу сказать, что в работе, допустим, Маримекко присутствуют некоторые отголоски и тенденции максимализма. Она использует очень яркий рисунок и очень мощные краски. Я думаю, что в какой-то момент мы поняли, что наши соседи шведы так преуспели в минимализме и в развитии черно-белых марок и брендов, что нам в этом поле место особо не остается. В 2005 году я работала в магазине «Минус» в Херсинки, в котором были представлены наиболее минималистичные тенденции скандинавской моды. И я думаю, что это произошло в том, что мы, в какой-то момент, уже более honest. И мы также получили влияние, что мы получили из Финляндии, поэтому можно и повредить их в populatedровочные арендисты, но промышленные арендисты, как если мы можем изучать и присутствует, то, что мы видим, как мы не другом используемся. И на вашей арендисты наиболее планируем, мы также нашли наиболее взаимодействовать эту арендистов. representing the Slavic and the Eastern side of Europe than the Scandinavian. And it's so dark, so you need color, really. I think there will be more aspects in it, but it's a really interesting question. And maybe also I believe that we have been looking like in general more abroad and also it was so dominating. The whole minimalism has been so dominating for so many decades that it was about time to change that a bit. It's a very interesting question. Я еще хочу спросить, в Дании есть философия хюги, образа жизни, и она также имеет свои влияния на моду. Мы знаем, что такое хюги-сокс, приятные милые штаны, которые можно одевать дома. Например, в Швеции есть лагонг, это баланс, а в Финляндии есть какое-то одно слово, которое бы тоже влияло на хуй. У нас есть философия хюги-сокс, 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 и в Денмах есть лагонг, и есть ли есть ли терм, который характеризит цель финансовой культуры, который тоже влияет на пашу? Мы используем именно тот же терм, хюги. В самом деле, понятие хюги имеет распространение в Финляндии. В Финляндии это может быть котойлу. Коти означает дом. Так что в целом это слово можно перевести как домашнийсть. Появилось в последнее время много новых марок, которые отражают определенную философию жизни. Появилось также больше марок, которые производят товары для дизайна интерьера. И для дома. На самом деле мы об этом не упоминали, но я понимаю, что это тоже неотъемлемая часть нашей культуры, которая всегда была и всегда будет. Хотя, разумеется, наши скандинавские соседи преуспели в этом намного больше, чем мы. Я буду спросить вам, что ты знал о финской моде и финском дизайне? Тогда у меня вопрос к вам. Может быть кто-то поделится, что он вообще знал о финской моде и финском дизайне до того, как пришел на мою лекцию. Ну вот, например, мы. Честно говоря, я занимаюсь чисто профессионально финским кинематографом. Я, можно сказать, специалист по финскому кино, устраиваю перспективу в Москве о финском кино. Единственное, что я знаю о дизайне, это естественно из фильмов. И мне очень нравится, как финны, когда делают фильмы, ретро такие, ретро истории 70-х годов, что они стараются отстилизовать, поэтому о финском дизайне я знаю больше из фильмов. А вот на выставке я еще не была, пришла на лекцию сначала, поэтому спасибо. Я не знаю много о финском дизайне, особенно. Ну, я специалист в кино, и я делаю финском дизайне. И я делаю финском дизайне в Москве. И мой знание о финском дизайне и финском дизайне и финском дизайне, это происходит из фотографий я знаю из кино. Я не знаю, что из фильма, и я не видел их. С первой из магазина к проведению, я vigilаюсь в течение всего, и я закончу, и то, что я заб plan хочу это сделать. И честно, это моё знание о лекции. Я знаю, что знаю, что мы купе с дизайне, fashion industry in Finland is all about wool and wool production and I don't know why I think the fur will be so, how to say it correctly, so you know, so in the tendency of keeping nature and the protect life and the animals it will be so kind of not aggressive but so strong position and I thought like Finland will never work with this fur but I really appreciate that you choose and choosing the fur like the animals like going after the food industry and also I thought that such Scandinavian fashion are mostly based on the craftsmanship and local society works, workers so you told like you send your work to Greece workers, right, who will help you with the product and probably it's a big question for you, will you try to share and expand the borders in the craftsmanship in the industry in Finland near your house, basically, you can see that. I've been in Finland several times and I had a feeling that a big role in Finnish fashion plays in the design of the fabric of the fabric of the fabric of the fabric of the fabric. You told us about the fabric of the fabric of the fabric of the fabric of the fabric, how ecological the fabric of the fabric of the fabric of the fabric, how about the fabric of the fabric of the fabric? In fact, you mentioned that a factor of your fabric of the fabric is in Greece and for me a keyっていう of a key character of a fin design and a model of familiar design, it's really looking for its development and the participation of people who live in the close to the design and the development of designers. Расскажите, пожалуйста, планируете ли вы в своей работе сделать подобный акцент и больше развивать ремесла, которые физически существуют в пространстве непосредственно рядом с вами? Да, вообще, большинство производства, в целом, в Азии, в Китае, например, у нас есть много продуктов в Индии, в Пакистане, и так далее. Моя ценность была бы в том, чтобы использовать в Китае, и это в Европе, и так далее, как Гресса, мою вторую родину, есть маленькая город, Кассурия, в нёме, в Китае, в Верссии, которые работают с ледерами и пылью из эпизы Байзантии. Я работаю, в частности, с таким городом Кастория, она расположена на севере Греции, и там довольно большая и глубокая традиция работы с выделкой кожи и меха. Они начали работать с этим материалом еще, в общем-то, в эпоху Византийской империи. Мы делаем некоторое количество производства в Финляндии. Например, ОНАРА4-Артек-сооперация полностью сделана в Финляндии, потому что мы имеем в студию, где мы можем производить. Но это только моим отец, моим отец и несколько работников, поэтому мы не можем сделать все необходимы, но мы делаем так много, как мы можем. И еще одна часть сприн-самер-коллекция, которая более текстильная, сделана в Таллинн, в Эстония. Это тоже очень близко, потому что производство из Финляндии в каждой индустрии. И многое идет в Азии, даже в Азии, как мы знаем. Но, например, Эстония, это очень важный партнер в том смысле. Это очень важный партнер в Балтии, как Литва и Литва. Конечно, значительная часть моей работы до сих пор осуществляется в Финляндии. Есть некоторые области производства, которые исключительно финские. Например, моё сотрудничество с маркой Артек. Все, что мы делаем для Артека, производится в Финляндии, в основном благодаря тому, что у нас есть своя собственная небольшая мастерская. Но она действительно небольшая, в ней трудятся только папа, мама, еще пара человек. Вообще, финское производство в данный момент старается локализовать свои, как мы знаем, в Азии и других странах. Но, тем не менее, мы работаем с нашими соседями. В частности, в Таллине некоторые вещи делаются. И вообще, страны Северной Балтики всё больше и больше принимают на себя финское производство. И о том, что вы спросили, что вы спросили, что у вас есть какой-то бренд, который работает с ФИР. ФИР, мы действительно хотели бы дать его альтернативу. И это выглядит как ФИР, но это даже не категорировано как ФИР. 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 когда он был очень молодым, он уехал в Канаду, и начал там, как он учился, чтобы учиться на работе с мехами. Он провел несколько лет там, и потом вернулся в Грецию, когда он был около 20 лет. Он провел в Канаде несколько лет, и вернулся в Грецию, потому что его призвали в армию, в тот момент ему было около 20 лет. The year was 1975, and my mother was 15, and then she went with her parents for her first trip abroad ever. So my father is from Rhodes, Rhodes Island, so they met there at the hotel where my mom was staying. And then, yeah, they met them, they started to ride to each other, and they kept in touch for 8 years after which they got married. And yes, my mom happens to come from the area in Finland, from northern Finland, 600 kilometers up from Helsinki, where actually, where there's a really long hemorrhage also in the camps of fur and leather. Yeah, so that was basically my father needed to go to Canada in order to be able to actually move to northern Finland, in order to have some sort of, to be able to actually work there as well, because he said the first thing, it's really, it was dark winter when he went, and he's from the Rhodes Island, from Greece, and luckily he had been to Canada, because otherwise he would not have survived. Вот так моему папе пригодилось его канадское образование, чтобы найти себе работу в северной Финляндии. Надо сказать, Канада сыграла еще и в другом отношении важную роль, потому что, когда папа мой со своего солнечного рода впервые прибыл в Финляндию, было очень холодно, темно и страшно. Если бы он до этого не был в Канаде, он бы, наверное, не выдержал. Это было спасибо по-гречески. Спасибо. 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 Спасибо.